Привет, жители Тундры! Давно мы с вами, честно говоря, уже не общались, поэтому давайте сегодня, без лишней воды, лишних слов и всего остального, поговорим про три новых самолёта. Первый, и два пока что самых топовых самолёта ветки развития Швеции, Лансен 32А и 32Б. Заранее извиняюсь за то, что в моём голосе есть немного эхо, так как помещение немного не подходит под запись, но к следующему ролику постараюсь всё это исправить. Так или иначе, почему именно эти самолёты, а не какой-нибудь МиГ-21 или что-то ещё? Ну, просто-напросто это новинки, 9.0 и 9.3, в случае с французом, которые ввели в этом патче. И уже по традиции я привык их не то чтобы даже сравнивать, а просто разбирать в одном ролике, дабы не отнимать у вас по 10 минут времени, рассказывая про один какой-то самолёт. Давайте начнём. Первым будет Итандар. Так сложилось, что я отлетал достаточно много боёв на всех этих самолётах. Причиной тому материал, большая часть которого просто-напросто удалилась и пришлось записывать всё заново. Так вот, что же я понял за все эти бои? У француза хорошая динамика. Разгоняйтесь с нуля где-то до 900, наверное даже до максималки вы достаточно быстро. Быстро для самолётов 9.0, но не 9.7, 10.0 выше. Допустим тот же топовый Г-91 может с вами ещё и поспорить насчёт того, как быстро вы разгоняетесь. Хорошей динамики накидывайте весьма недурный климп. С момента отрыва от полосы и скажем так до вскарабкивания 1000 на 3 на 4 у вас пройдёт не очень много времени. И это отмечал не только я, но ещё и те, кто со мной играли в момент, когда я записывал контент на этот самолёт. Да и в принципе забравшись на высоту, можете посмотреть вниз и понять, что ваша команда на километра два ниже. Это сразу открывает вам возможности перехвата ватюров, а также возможность заходить на шесть вражеской команде, по КТ ещё климбится, шарится в контакте и летит к середине карты. Это конечно случается реже, но вот с ватюрами более-менее реалистичный вариант. Так или иначе, оказываетесь вы достаточно высоко, и это главное. Наверное кто-то уже мог подумать, мол нифига себе, да это же идеальный француз, нужно быстрее его выкачивать. Ну постой брат, не торопись. Куда ты гонишь? Не делай поспешных выводов. Здесь есть одна такая деталь, которая, ну скажем так, испортит предыдущих два параметра. Это максимальная скорость 1100 км в час на боевом рейтинге 9.3. Мне не хочется портить момент, но всё-таки даже самые старые топы с 9.0 имеют большую максимальную скорость. А на топ рангах, как я уже говорил когда-то в своём ролике, это более заметно, даже если разница в 10 км в час. А здесь вы можете почти полностью забыть о том, чтобы догнать кого-то в горизонте. Но есть одна небольшая вещь, которая чуть-чуть, но компенсирует этот недостаток. Если в горизонте вы не сможете кого-то догнать, то советую подписаться вам на канал проекта Asgard. Здесь вы найдёте стримы по любимому всеми нами War Tender, обзоры на инди-игры и многое другое. А также есть группа вконтакте, где постятся только самые свежие новости игрового мира. Подписывайся и не пожалеешь. Ссылка в описании. Так вот, если в горизонте вы догнать не сможете почти никого, то в пикировании догоните почти любого СБРа 9.0 и 9.3. Почему? Да потому что у самолёта очень высокий показатель фуатера. Следовательно, в пикировании вы можете выходить на сверхзвук и даже у самой земли лететь на скорости 1250-1300. И казалось бы, хорошо, одно компенсирует другое и в целом самолёт неплохой. Но! Я вчера поймал себе на одной мысли, что за всё время, пока я играл на нём, у меня ни разу не получилось не то чтобы вырубить пилота, а даже сделать хотя бы экран чёрным. Это многое говорит о его манёвренности, то есть она здесь ужасная, как и вся в целом управляемость. Следовательно, как только вы спикировали на противника или просто сделали на него заход, но понимаете, что промазали, так как не увидели заветные фразы «самолёт сбит», а потом начинаете разворачиваться, завязывается манёвренный бой, то я вам советую до вот этих слов «манёвренный бой» уже выходить из боя и лететь, набирать скорость дальше. Потому что вы не перекрутите никого, ни в горизонте, ни в вертикали, абсолютно никак у вас это не получится. А если вам на 6 сядет какой-нибудь «Сейбр» или «Г-91», шансов у вас не то чтобы мало, у вас их почти не будет. Хорошо, манёвренности нет, скорости нет, но может быть у нас хотя бы есть нормальное вооружение, интересное. И здесь вас тоже порадовать особо-то и нечем. Единственное, что вам пригодится, это две ракеты АИМ-9Б. Всё остальное типичное. Две бомбы или несколько неуправляемых ракет, которые использовать вы вряд ли сможете, особенно в совместных. Управляемые ракеты АИС-20 пока этому самолёту не завезли. Ну, я думаю, вскоре всё это обязательно здесь появится. Кстати, АИМ-9Б, вы многие заметили, что после недавнего, скажем так, их апа, они стали доворачивать очень сильно. Поэтому крайне советую брать на этот самолёт именно две АИМ-9Б. Хорошо, давайте теперь перейдём к двум следующим самолётам. Это Лансен J-32Б и J-32А. Располагаются оба на Бэйре 9.0 и являются пока что топовыми самолётами Швеции. Сперва давайте поговорим про модификацию Б. Первое, что он наверняка будет сразу, не то чтобы даже бросаться в глаза, на что вы обратите внимание, это его боевой рейтинг. Опять же, не знаю, как у других, но когда я вижу новые самолёты с БРМ-9.0, особенно топовые в случае с шведами, то мне кажется, что это будут, мягко говоря, неиграбельные агрегаты. Ну, так как нынче нормальным самолётам из этого класса обычно присваивают БР-9397. Но, к счастью, я ошибался. Самолёт получился крайне годным. Во-первых, скорость 1140 км в час. Небольшая оговорка, это не его максималка. Вы точно так же, как и француз, можете выходить на сверзок в пикировании. Единственное, на высоте тысячи полторы придётся сбросить скорость до 1100, чтобы просто-напросто не порвать самолёт об воздух. Вообще, Лансен это что-то вроде сына маминой подруги, потому что, во-первых, у него динамика лучше, чем у француза, максималка выше, чем у француза, климп лучше, чем у француза, манёвренность лучше, чем у француза, и при этом он располагается на боевом рейтинге 9.0. То есть геймплей точно такой же, только вы можете в манёвр и спокойно перекручиваете не одного противника, то есть ватюра, а даже, скажем так, большую часть ваших противников. И вводим теперь новый показатель, получается ли здесь вырубить пилота от перегрузок. Да, причём очень легко. Тёмный экран для вас это будет вполне нормальная, скажем так, ситуация на этом самолёте. Да и в целом, если кто-то завязал с вами манёвренный бой, тут хотя бы какие-то есть шансы, в отличие от того же француза. Но стоит отметить, что у вас здесь рвётся крыло. Если без шуток, то тактика игры на самолёте примерно такая же на полном серьёзе. То есть вы забираетесь на высоту, набираете высокую скорость, а потом начинаете просто пикировать на противника или в кучу противников и сносить по одному, по два за раз. Лезть в манёвренный бой я особо не советую. Да, если только один противник и больше никого нет рядом, и вы точно знаете, что у вас преимущество почти по всем показателям, тогда можно. Но во всех остальных случаях лучше держаться на высокой скорости, держать высоту и спокойно кошмарить всех остальных. Это будет более выигрышное положение. По вооружению тут всё очень просто. Есть неуправляемые ракеты и неуправляемые бомбы, но летать вы будете с четырьмя ракетами АМ-9Б. Да, с одной стороны это много, и самолёт будет нехило так утяжеляться со всего этого, получая штрафы. Но с вашим боевым рейтингом уж поверьте, вы всегда имеете преимущество по скорости, по максималке, по набору высоты. Поэтому в самом начале можете их спокойно отстрелять, сделать, если повезёт, один-два фрага, а потом спокойно сбивать самолёты курсовым. Кстати, по курсовому. 4 30-мм пушки. Бойзапэст 360 снарядов, что не так уж и много, но в целом хватает, стреляя прокликами. А пушки те же самые аданы. Снаряды, я думаю, не стоит вам рассказывать, какие здесь лучше брать. Теперь давайте немного поговорим про модификацию А, штурмовую версию Аансона. Итак, знатоки, внимание, вопрос. Как самолёт, обладая более слабым двигателем, худшей максимальной скоростью, худшей динамикой, а также скороподъёмностью, может находиться на том же боевом рейтинге и занимать тот же ранг. Вот я тоже, честно говоря, не понимаю, как это возможно. А ещё самое, знаете, интересное, у него ремонт два раза выше. Это как бы незначительно, но... Какого чёрта? Конечно, кто-то может спросить, так может там подвесы какие-то крутые? Нет, здесь всего лишь на два больше сетапа с ракетами и с бомбами. Три бомбы по 600 килограмм. При том, что подвеса с четырьмя АМ-9Б здесь просто-напросто нет, так как мы штурмовик, но не в реалиях War Thunder, к сожалению. Для 9.0 это просто-напросто ни о чём. И когда я говорю, что здесь более слабый движок, я имею в виду, что не на какие-то там незначительные цифры, а он здесь намного слабее. И это очень сильно заметно. Мне, чтобы с полной загрузкой, тремя бомбами по 600 килограмм, набрать 1000 километров в час, пришлось лететь всю карту. И то, как только я набрал 1000, у меня просто сбил самолёт с ракеты, а увернуться я от неё бы при желании не смог, так как самолёт управляется гораздо хуже. Короче, крайне вам не советую прокачивать Ашную модификацию, если возьмётесь за топы Швеции, то только Бэшный. Итак, что же я могу сказать по самолётам, которые мы сегодня с вами обсудили? Француз получился, да, в чём-то лучше, чем Супер Мистер, про который я рассказывал вам в одном из своих предыдущих роликов, но всё равно не Фонтан. Опять же, фанатам геймплея, похожего на Хантеровский, он очень даже зайдёт, так как здесь у вас есть, в принципе, всё для этого необходимое. Мне он не зашёл, и статистику я набил на нём не очень хорошую, я бы даже сказал отвратительную, в то время как на Вансоне она получилась, по крайней мере, для меня достаточно высокая. Почти двойка, с учётом, что играл я не так уж и долго на нём, ну где-то 2 дня у меня получилось в общей сложности. Без фрага и сбоя ты точно не выходишь, минимум у тебя получается 1, максимум штуки 4, а то и больше. В среднем где-то 2-3, и это круто, самолёт приятный, мне лично зашёл очень. По геймплею такой своего рода универсал, с упором, конечно же, в атаку на проходах, но и в случае чего вы можете поманеврировать, где-то довернуть и всё в таком духе. Ашная модификация, как я уже сказал, смысла никакого не имеет, её можно смело пропускать и даже не смотреть в ту сторону. Ну а на этом у меня всё, спасибо за просмотр и удачных вам боёв! Субтитры сделал DimaTorzok